Ипотечное кредитование В целях, в части молодежи, например, стимулирования укрепления семей, стимулирования рождаемости, в части пенсионеров, наоборот, поддержка лиц, которые перестали трудиться и нуждаются в каких-то условиях для проживания уже в неактивный период своей жизни. В России, как таковой, комплексной программы государственной по поддержке молодых семей на данный момент, к сожалению, нет. Она очень широко и активно обсуждается. Правительство предполагает выделить около 500 миллионов рублей на реализацию такой программы. Но в чем конкретно будет выражена эта программа, сейчас сказать достаточно сложно. И какие формы приобретет эта государственная поддержка, тоже можно пока только предполагать. Таким образом, на данном этапе банки и строительные компании также вынуждены решать эту проблему своими силами. И здесь сразу нужно оговориться, что, разумеется, возможности банков и строителей достаточно ограничены. Поэтому говорить о том, что эта проблема может быть полностью решена за счет коммерческого сектора, то есть за счет банков как кредиторов и за счет строителей как производителей жилья, конечно же, неправильно. С другой стороны, совершенно очевидно, что рынок жилья сейчас развивается чрезвычайно бурными темпами. И это процесс не только московский, что очень, как может показаться на первый взгляд, особенно из Москвы. Этот процесс фактически всероссийский. И можно отметить, что и сибирский регион, и уральский, особенно все-таки какие-то центры наподобие Екатеринбурга, и Поволжье с Нижним Новгородом, и, разумеется, Санкт-Петербург, разумеется, Краснодар, тот же, который сейчас очень активно развивает, в том числе и потечные направления, они тоже пытаются какими-то своими, за счет своих внутренних ресурсов, простимулировать приобретение жилья как можно более широкими слоями населения, и, разумеется, в первую очередь молодежью. Ну, наиболее все-таки развитая и наиболее разветвленная сеть этих программ реализуется все-таки в Москве, поскольку здесь, ну, очевидно, совершенно и финансовый центр страны, и место штаб-квартир практически всех банков, центр принятия решений, в том числе и по ипотечным программам. Здесь можно отметить усилия целого ряда банков, которые сейчас являются признанными лидерами на рынке ипотеки. Это и, ну, прежде всего, разумеется, Сбербанк, пусть это не будет сочтено рекламой крупнейшему банку, но это действительно реально так, на его долю приходится более половины выданных ипотечных кредитов, при всей критике и завышенных процентов, может быть, немножко по сравнению с рыночными, и достаточно жесткой системы отбора потенциальных должников, но, однако, ситуация такова, какова есть. С другой стороны, есть целый ряд, может быть, менее видимых на рынке порой, но от этого ничуть не менее активных банков. Это и Национальный резервный банк, и Европейский трастовый банк, и Дельта-кредит, и вот недавно созданный городской ипотечный банк, и Московское ипотечное агентство, тоже банк. Все они в той или иной степени, на самом деле, перечень этот достаточно длинный, но, чтобы всех не перечислять, целесообразнее сказать, наверное, об условиях, в которых они работают. Соответственно, все эти банки стараются так или иначе выделить специальное направление, фактически, ипотечное направление, и создать тот слой клиентов, который может стать их потенциальными клиентами не только в сфере ипотеки, но и клиентами в различных других сферах банковской деятельности. Поэтому именно молодежное направление, в кавычках, что называется его назвать, оно признается банками приоритетным. Это работа на будущее банков, и все они прекрасно понимают, что без стимулирования молодых семей к решению самой насущной для всех нас проблемы, проблемы жилья, надеяться на то, что этот человек станет в потенциале его клиентом. По ряду других продуктов, ну, как минимум, наивно. Поэтому ряд банков сейчас раздумывает, скажем так, о возможности присоединения к программе агентства по ипотечному жилищному кредитованию ЕЖК знаменитому. Вы знаете, что он не предоставляет кредитов сам, он занимается рефинансированием по достаточно жестким условиям, которые на данный момент не все банки устраивают, поэтому фактически реальных участников этой программы, в общем-то, два банка. Но при этом тоже Московское ипотечное агентство вело очень плотные переговоры относительно включения в эту программу, но, к сожалению, рынок московский, в частности, практически не откликнулся на это предложение. У банков сейчас появляется другое направление возможной активизации ипотечных программ, это ипотечные ценные бумаги, которые они получают право выпускать по новому закону. И здесь многие банки рассчитывают на возможность привлечения новых ресурсов с рынка для того, чтобы ускорить рефинансирование свое, то есть получить возможность увеличивать кратно и объем предоставляемых кредитов, и также кратно, наверное, улучшать условия по предоставлению этих кредитов. Специально для молодых семей программ на самом деле не так много. В основном все-таки программы носят более широкий характер, и если происходит, скажем, снижение ставок в том или ином банке по предоставляемым кредитам, обычно оно носит все-таки более групповой характер, то есть снижаются, скажем, относительно возраста потенциальных должников процентные ставки. Но в среднем, как вы знаете, первоначальный взнос требуемый 30%, при этом для молодых семей он может быть снижен и до 10, и до 5%. Но наиболее, наверное, интересное и комплексное предложение, вот недавно было сделано Сбербанком России также, когда он предложил кредит молодой семье, где хотя бы один из супругов не достиг 30 лет, эта семья может получить кредит в размере до 90% от суммы приобретаемого жилья, но при этом должен быть хотя бы один ребенок, а с семьей без детей также первоначальный взнос составляет 30%. Таким образом, Сбербанк настроен в том числе и на решение демографической проблемы, за что, разумеется, ему должна быть отдельная наша благодарность. Что касается условий кредитования, то здесь также выдерживаются средние и сроки, и ставки. Это приблизительно по Сбербанковским меркам от 15% до 18% годовых, и срок от 10% в среднем где-то до 15 лет. Ставки, как я уже сказал, чуть выше рыночных, потому что АИЖК, например, финансируют при 15%, и у уже достаточно большого количества банков ставки колеблются где-то в диапазоне от 11% до 15%. То есть, в принципе, рынок имеет очень четкую понижающуюся динамику. Это не значит, что стоит, сложа руки, ждать, пока, наконец, рынок окончательно снизит ставки до хотя бы среднемировых, не говоря уже о среднеевропейских. То есть, ниже 10% и серьезно ниже. Но, с другой стороны, ничего страшного в том, что молодая семья, скажем, сейчас не может себе позволить тот или иной кредит. На самом деле, изучив рынок и очень тщательно, к чему особо призываю, изучив весь комплекс условий того кредита, который вы намерены привлечь, я думаю, что в течение ближайшего, может быть, года-двух, наверное, в два или три раза должно увеличиться количество людей, которые, в принципе, могут привлечь кредит ипотечный без серьезного ухудшения своей повседневной жизни. Общий подход практически всех ипотечных игроков – это, прежде всего, снижение уровня первоначального взноса для молодых семей, возможность в ряде банков учета совокупного дохода семьи для расчета аннуитетных платежей, то есть платежей в погашение долга. Это немаловажно, потому что, скажем, схема, когда один из супругов выступает поручителем по договору кредита, разумеется, тоже возможна, но с учетом того, что супруги приобретают имущество по Семейному кодексу в общую совместную собственность. И даже с психологической точки зрения гораздо удобнее и правильнее рассматривать приобретаемое ими недвижимое имущество или привлекаемые для этого денежные средства, как совместно привлекаемые ими денежные средства. Поэтому также целый ряд банков, ну, в основном, конечно, крупных банков, которые имеют возможность варьировать немножко какими-то ценовыми условиями или условиями предоставления кредита, здесь также вы можете на рынке найти такое предложение. Здесь немножко сложно, наверное, не совсем правильно поименовывать банки в конкретный момент времени, предоставляющие такие условия, потому что все-таки рыночная ситуация достаточно динамично изменяющаяся и изменяющаяся, на самом деле, в разные стороны, в разных банках. Где-то условия чуть улучшаются, где-то они чуть-чуть становятся более жесткими, поэтому еще раз обращаю внимание, что решение о привлечении кредита, особенно долгосрочного, должно приниматься на основании очень тщательного, комплексного анализа ситуации, которая в данный момент на рынке имеет место. Поэтому, ради бога, не торопитесь, здесь денег хватит на всех, денежных средств у банков вполне достаточно и сейчас меры, которые принимаются Центральным банком и на которых банки настаивали за последнее время, они также направлены на постепенное расширение денежного предложения. Здесь нет необходимости, что называется, в панике бросаться за деньгами, поскольку есть возможность, оценив все возможные предложения, выбрать то, которое вам лично наиболее подходит. Вариации возможны самые разнообразные. Скажем, ряд банков предоставляет отсрочку оплаты суммы основного долга в связи с рождением ребенка. Если вы планируете увеличение своей семьи, вы вполне, может быть, не очень хорошо применительно к детям, но расчетливо использовать этот факт вашей жизни для того, чтобы выделить дополнительные средства на содержание ребенка, которые, несомненно, будут необходимы, и это послужит вам только в пользу. В ряде случаев есть снижение процентных платежей, это так называемые уже такие полусоциальные проекты, хотя они также нацелены на молодые семьи. В частности, сейчас планируется введение такой программы в Калуге, где ставка по привлекаемым молодыми семьями к кредитам будет снижена до 7-8% годовых, но при этом администрация принимает, сознательно принимает на себя ту дельту в процентных платежах, которые приходятся на среднерыночный процент и тот, который предполагается предоставлять молодым семьям. Очевидно, что при, как я уже сказал, понижающейся динамике рынка это будет чем дальше, тем проще, то есть чем ниже будет ставка со временем, тем легче будет обслуживать такие кредиты администрации, то есть их усилия будут вознаграждены в некоторой степени. И, в принципе, этот опыт, как нам видится и как указывают банки, особенно региональные, недавно как раз состоялось заседание Всероссийского совещания банковских объединений, которое сейчас уже объединяет более 30 региональных ассоциаций под эгидой ассоциаций российских банков, и шло обсуждение в том числе ипотечных вопросов, и местные ассоциации очень тщательно и внимательно следят за ситуацией на этом рынке, с очень большим интересом и оживлением обмениваются друг с другом опытом, который они накопили в рамках своих регионов, и поскольку чаще всего все-таки банковское сообщество имеет достаточно серьезный вес в своем регионе, они тем самым популяризуют те или иные схемы, которые где-то в пилотном режиме проходят, для того, чтобы этот опыт наподобие Стахановского в былые времена широко перенимался другими областями и регионами России. Редактор субтитров А.Семкин